Всем привет! Я продолжаю обзор на отель в Белконте. И в этой части я вам покажу территорию, а также пляж отеля. Ну что ж, поехали! Для того, чтобы выйти из основного здания отеля, вам нужно пройти через главный ресторан. Здесь везде очень много зелени и повсюду растут цветы. А эта красивая фигурная надпись, название отеля, установлена в честь юбилея. 25 лет! Эти столики относятся к главному ресторану. Вечером в этой зоне готовят барбекю, мясо и даже рыбу. А уже здесь начинается зона бассейнов. Тут очень много лежаков, столиков, а также зонтиков от солнца, поэтому хватит всем. Бассейн в отеле довольно большой, и он имеет разную глубину. Темным цветом дна отмечена граница перехода в глубину. Также у детей в мини-клубе есть свой отдельный бассейн. Цвет на бассейн показывает изменение глубины от 80 см на темном до 120 см на светлом. Отдельно выделены зоны глубиной 140 см. А душ расположен очень удобно, сразу позади лежаков. В этой части бассейна часто проходят разные активности. Аквагимнастика проходит утром, а разные фотные шоу после обеда. Занятия проходят с разными предметами, и это всегда очень прикольно. А сразу возле бассейна находятся сцена и зона для просмотра шоу. За этими столиками очень приятно отдыхать, прячась от солнца под зонтиками. А вот вечером вы также можете смотреть шоу. А здесь расположен пул-бар, где вы спокойно можете взять разные напитки, а также орешки. А сейчас я взяла арбузный охлажденный сок, который обычно они разносят для людей, отдыхающих на ежиках. Справа от сцены находится станция для выдачи пляжных полотенец, и точно туда вы сдаете ваши использованные. Карусель для детей стоит напротив комнаты с игровыми автоматами. Слева от дорожки на пляж расположен Тинейдж Клаб с разными спортивными развлечениями. Дорожки для игры в мини-гольф расположены под навесом из живых растений. Также тут имеются столы для игры в настольный теннис. Сетка для игры с мячом. И большие теннисные корты. Дорожка вдоль кортов в тени деревьев ведет к пляжу. Кстати, здесь даже можно встретить черепах. Спортивные турники на берегу моря расположены под тентом, что очень хорошо, ведь в такую жаркую погоду очень сложно заниматься. А спуски к пляжу всегда двух видов. Лестница и съезд для колясок. Сразу после выхода расположен кран для ног. И, конечно же, душ с прохладной водой. И вот начинается зона лежаков у моря. На пляже много зонтов, что хорошо, ведь все мы знаем, что песок нагревается, и если бы их просто-напросто не было, все бы пообжигали себе ноги. Также отдельно выделена зона для курения. Деревянный мост также спасает от горячего песка. Кстати, песок здесь мелкий и почти белый. Сразу море спасательный круг. Полоса прибой широкая, песчаная, и вход в море пологий и очень удобный. Вы можете заметить, как много здесь лежаков. А тут сидит спасатель на вышке и следит внимательно за всем. Субтитры создавал DimaTorzok Еще один деревянный мост, который ведет на территорию отеля. Слева от лежаков находятся шатры. За отдельную плату у вас будет индивидуальная зона отдыха. Кабинка для переодевания расположена рядом с душем, что очень удобно. А вот еще один выход с пляжа. Также на пляже присутствует свой отдельный бар. Здесь вы можете выпить чай, кофе и конечно же прохладные напитки. Продолжение следует... Пологий подъем на территорию отеля также удобен для колясок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут стоят шикарные стулья с попугаями для отдыха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это станция для быстрого перекуса. Здесь есть наггетсы, картошка фри и все, что необходимо. А также здесь вы можете сделать себе бургер самостоятельно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одно прекрасное место для перекуса. Здесь пекут лепешки с разной начинкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А здесь раздают вкуснейшее мороженое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И находится оно не целый день, а только в это время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тут же стоит кофемашина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На территории много разных деревьев и интересных элементов декора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь по вечерам проходят дискотеки. А сразу рядом с танцплощадкой находятся небольшие столики и бар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Слева расположен снэк-ресторан. Его образ внутри я уже показала в первой части видео об отеле. Эти столики в тени стоят рядом со снэк-рестораном. За ними очень удобно перекусывать еду оттуда. А вот и зона воркаутов. Тоже очень удобно, что она находится в тени. А прекрасное место для отдыха это, конечно же, гамаки. Субтитры создавал DimaTorzok Тут расположена фотостудия и привлекает она своими яркими витринами и разнообразной продукцией. А тут находится второй большой бассейн. Он также фигурный. И привлекает он больше гостей с детьми, ведь рядом находятся горки и мини-клуб. В отеле несколько горок и все они разной протяжности и высоты. Обычный плавательный и бассейн с горками разделены. Это безопасно. Как раз таки отсюда видна вся красота отеля. Далее вы можете увидеть огромное футбольное поле. Спасатель на своем посту. А вот и четыре горки разной высоты, протяженности и скорости. Они на любой вкус. Справа от горок есть дорожка из камней и она ведет в мини-клуб. Также рядышком есть туалет. И вот наконец мы пришли к лестнице, чтобы подняться на водные горки. На территории очень много зелени. Небольшие домики, в которых располагаются клубные номера, все обвиты зеленым плющом. Вот оно, огромное футбольное поле. А эти маленькие домики имеют очень красивые синие балконы и окна. И да, прямо на территории отеля растут лимоны. А эта машина развозит чистые полотенца. Недалеко от зоны горок находится детский мини-клуб. Вход на территорию мини-клуба расположен недалеко от главного здания отеля. А справа от калитки живут кролики. Они все такие очень миленькие вообще мисси-пусечки. А это бассейн для самых маленьких гостей глубиной всего 30 сантиметров. И да, он также с тентом от солнца. А вот и аниматоры. Они стараются развлекать детей. Милый домик в виде грибочка, как жилище у смурфиков. Большая игровая площадка закрыта от яркого солнца большим тентом и тенью от кроны деревьев. Тени также расположены и столики для рисования. Показывают разные мультфильмы. Здесь есть и баскетбольные тренажеры. А еще здесь живут утки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы открыть калитку, надо нажать большую красную кнопку над калиткой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот зеленый коридор из живых растений приводит к основному зданию сбоку от ресторана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тут же находится кафе, где по вечерам звучит живая музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, конечно же, бармены предлагают различные напитки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это милое место для спокойного отдыха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Через этот вход вы также сможете войти в главное здание отеля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы с вами и снова на нулевом этаже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И эта лестница с множеством ступенек приводит нас в лобби. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok А сейчас я вам расскажу плюсы и минусы этого отеля, которые мне захотелось отметить. Ну что ж, поехали! Во-первых, это теплая вода в бассейне. И если ее там охлаждают, то совсем немного. Вы легко можете как охладиться после жаркого солнца, так и плавать долгое время. И это однозначно плюс. Горки в отеле меня порадовали. Съезжая, совсем не чувствуются стыки. И главное, при спуске можно спокойно съехать и в конце не погрузиться в воду. Горкам я ставлю плюс. Еще понравилось то, что много лежаков. С ними никогда не было проблем. У каждого лежака есть свой зонт. И спокойно можно лежать как и в тени, так и загорать на солнце. И это тоже плюс. Именно бар возле бассейна мне не понравился. Видов коктейлей мало, делают их невкусные и всегда выдают в пластиковых стаканах. И для меня это минус. А вот бар на лобби мне понравился. Там уже больше разновидностей коктейлей. Делают их профессионально и вкусно. И выдают в стеклянных стаканах. Поэтому именно бару в лобби ставлю плюс. Дневная анимация нам также не понравилась. Но там почти ничего и не было, только дартс каждый день. Ну а вообще мы попали сразу на две пенные вечеринки. И во второй раз пушка, из которой выпускали пену, сломалась. И вечеринка была испорчена. Это минус. Касательно уборки отеля, все было чисто. Но уборка самого номера нас как раз таки и разочаровала. Чаще всего просто была убрана кровать. Даже бутыльки с шампунем и гелем с пустых на полные меняли только после звонка в клиентскую службу. А это однозначно минус. А вот еда-то нам и понравилась. Было много выбора и в главном ресторане, и в снэк-баре. Которым нам понравилось больше всего. А еще было очень удобно, что ты сам себе можешь сделать бургер. Еды у них огромный выбор. И вся она очень вкусная. Поэтому еде я ставлю огромный-огромный плюс. Вечерняя анимация нам также вообще не понравилась. Потому что если там были шоу, то они были скучные и однообразные. Какие-то танцы, которые нам даже не запомнились. А сейчас на видео вы увидите место, где проходят вечеринки. Но именно там они почему-то не проходили. Просто играла музыка, куда ходили пару людей и танцевали. Все, что там проходило. Поэтому я ставлю за вечернюю анимацию им огромный минус. Ну что ж, друзья, это был полный обзор отеля Белконси. Если вам он понравился, то обязательно жмите лайк. И, конечно же, если вам что-то вдруг не понятно, обязательно пишите это в комментариях. Я 100% прочитаю ваши комментарии. И отлично! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok